50-ый километр, блядь. Средь бела дня. Селят для сети, им похрен все. Так не видно, в том-то и дело. Приветствую вас друзья, вы на ютуб канале Все для Клева, вот такое видео сняли на телефон наши рыбаки-любители свайбер-сообщества Все для Клева, Днестр. На этом видео какие-то люди высыпают сети в воду, непонятно кто это браконьеры или это промысловики. С этими вопросами я пришел в Одесский рыбоохранный патруль, чтобы прояснить ситуацию. Вот что из этого получилось. Добрый день, представьтесь пожалуйста. Я заступник начальника управления, начальник отдела их теологии и регулирования рыбальства, управление Державного агентства рыбного господарства по Одесской области Ирина Гиташенко. Ирина, добрый день, очень приятно с вами познакомиться. У нас было недавно видео в фейсбуке выложено по поводу того, что какие-то рыбаки ставили сети. Вы видели это видео? Так, видел. Вы можете его прокомментировать? Так, действительно на видео было видно, что рыбалки выполняют постановку сеток с човна. Наш инспектор, который смотрел в данном видео, узнал там рыбалку, которая у нас официально оформлена. Не у нас, а у предприятия, который занимается виловом рыбы. На жаль, там не можно рассмотреть четко номер човна. Можно рассмотреть остальные две цифры, 33. Ну, згідно наших данных, там у нас есть такие човны, которые заканчиваются номер на 33. Ну, там получается КО-4933. Ребенок на видео четко увидел своим зрением КО-4933. Такая лодка есть у вас? Знаете... У них, вернее, которые имеют отношение к промыслу рыбы. Я думаю, что там было КО-4933 я не могу, потому что там действительно очень плохое было видно. И, если взглянуть его дитину, я также не уверена. У нас предприятия для рыбалок, которые занимаются промысловым выловом рыбы, бортовые номера, которые начинаются на букву Я. Дальше это может быть ЯОД, ЯМК, ЯДО, ЯЗК. Тобто, разные буквы в зависимости от того, где был придбан данный човен. Буква Я означает, что это промысловый човен. То есть те, которые не начинаются с Я, это все браконьеры. Правильно понимаю? То есть... Ну, любить, а почему? Ну, нет, если он ставит сеть, он уже не любитель, он уже браконьер. На видео не видно, что там, какие там буквы есть. Потому что там где-то у них бачу там кто... Чи брезент, чи там мешок, что у них там было там. Понятно. Еще несколько вопросов. Вот я, как YouTube-блогер по рыбалке, очень часто бываю на реке Днестр. И, вот скажем так, примерно один раз в неделю. К сожалению, вот на 50-51 километре за все лето я не видел ни разу инспектора. Скажите, пожалуйста, это вообще нормально? Я не могу согласиться с тем, что там не было инспектора. Потому что у нас есть протоколи, которые складываются. И на рыбалок любителей, которые вместо дозволенной количества 5 водок ставят 10, 20 там, занимающих весь берег. И на браконьер, и там очень много складывается протокол. Говорите о том, что я их не видел, это безпредставно. Безпредставно. Я не могу не доверять своим собственным глазам. Ну, вы считаете, что инспектор має целодобово знаходитесь на 50-му километре речки Днестр? Я имею в виду то, что инспектор хотя бы раз там, не знаю, в месяц должен был прийти ко мне и сказать, покажи свой садок. Сколько у тебя там рыбы? А на сколько крючков ты там ловишь? А ну покажи, вытащи. Это правильно или нет? Я вам скажу. А получается так, что у нас рыбаки реально ловят на большее количество крючков, чем 5. Понимаете? И вылавливают больше рыбы. И щоденно на это складываются протоколи про административные правопорушения. По орудиям лова, вы можете что-то конкретнее рассказать? На какую ячейку, диаметром ячейки, какую можно ловить? Как эти сети обозначаются вами? Вы можете сами зайти даже в интернет, есть доступ режим рыбайства в басейне Чорноморья, который щоречно подтверждается наказом Минагрополитики. И в данном режиме предбачены те снаряды лови, которые позволят для использования по низи речки Дністр, с озерами и Дністровскому лиману. Там визначено чётко, что есть сетки с вичком 32-38, там есть сетки с вичком от 30 мм и сетки с вичком от 65 мм. А по длине сетки? Довжина сетки не больше 75 метров, но одну сетку может вона складаться у лаву. И лава может быть довжиною 500 метров. То есть 500 метров получается? И ещё один вопрос. Вот конкретно есть какие-то акватории разрешённого лова или это может быть... У нас на сегодняшний день нет размежений между промышленными делянками и любительскими делянками. То есть, например, на 50-м километре может ловить как любитель, так и промысловик? Да? То, что я увидел открытость и доступность в получении информации. Это, кстати, очень здорово. Хотя я скажу, что у них куча возможностей сослаться на занятость. Типа, что я не журналист или попросили бы запрос с какой-нибудь общественной организацией. И то, что мне не отказали, это очень-очень хорошая тенденция. Это с одной стороны. Но с другой стороны, что касается сути ответов, то я могу допустить вероятность того, что с дальнего расстояния можно ошибиться номером. И я посмотрел в документах, которые числятся в рыбоохранном патруле, мне их передоставили. Там действительно числится лодка с буквой Я в начале и цифрой 33 в конце. Но если есть номер, который четко был произнесен КО 4933, если под таким номером числится лодка, то непонятно, зачем представителям рыбоохранного патруля вуалировать ситуацию. И тут мне пришла в голову одна интересная идея. В интервью вы слышали, что один из инспекторов узнал человека, сидящего в лодке. Тогда я решил напрямую задать вопрос заместителю начальника рыбоохранного патруля, он сейчас за главным, и устроить нам встречу с инспектором, если получится, даже с этим человеком, который сидит в лодке. Смотрите, что получилось. Было такое резонансное видео, там, где вы на 51-м километре, на 50-м километре высыпали сеть. Да. Расскажите, кто вы и что вы там делали? Ну, я, как бы, официально рыбак. Так. И вот мы вечером уже где-то было полчетвертого, вот так вот. Так. Вот. За дня, как бы, сыпем сетки, бы пограничники нас за это тоже шло. Ночью нельзя передвигаться, как бы, это, ну, там есть нюансы, но, как бы, они на это не смотрят. А любители таково, как бы, там промысловый участок. Ага. Да. И вот мы сыпали сетки, это было первое число, да? Нет, двадцать, двадцать восьмой или двадцать восьмой. Ну, позже я не помню, что. Вот мы проезжали, да, было. Это, получается, за щучим мы считаем тот участок. Мы сыпали, один начал фотографировать, вы браконьеры, вы туда-сюда. Я говорю, ты шо, говорю, вообще, говорю, с глазами не дружит. Посмотри, говорю, какие номера. Так номера были брезентом закрытыми? У нас брезента вообще нет. Ну, тряпка, там некась тряпка там была. Да, тряпка. Ну, как бы, оно всегда... Какой номер на лодке был? ЕОД 0833. Ага. Вот. Я ему сказал, говорю, посмотри, говорю, какой номер лодки. Ну, он с фотографией... А не просто, может быть, не знаю, что вот ЯОД, это как промысловиков. Да, я не только, они не знаю, что то участок промысловый, они любительские. У них получается от маяк, от моста и до стрелки. Где Турунчук с Днестром, все. Ну, а их туда, чем дальше, тем больше. Ну, там уже можно ловить, там же проблем нет. Да. Ну, и можно. Там все можно. Да. Ну, вот. И как нам бороться? Здесь, как бы, у нас на участке, на вот этом, что мы к маякам приписаны, к четвертому причалу, здесь невозможно. В Лимане там постоянно война, шторм тоже не поедешь. А вот, получается, мы по речке, как бы, немножко, да. Тут вам разрешено ловить? Ну, да, да, да. Вот они сфотографировали. Хорошо, а у вас есть реально какие-то документы, которые подтверждают, что вы промысловик? Ну, да, вот. Ну, да, вот. Вот я и напарник мой. Ага. Вот наши. Ага. Все, так он и надо. Не, ну, дозвил чего? Дозвил чего? Дозвил, дозвил. Вот номер дозвола склеила все. Угу. Угу. Я ОД? Есть эта лодка, да? Ну, конечно, конечно, да. Ну, пояс, она у нас. Вот, блин. 0,833. Сейчас, если посторонней лодкой проехать бы, у нас тоже водная полиция бывает, что днем катается. Бывает и по, вот, по суднам тоже инспекция. Вот, катается. Да, да. Так что, так, как бы, выехать. Сейчас структур очень много. И каждому доказать, отлично, это не получается. А, вот, я ОД 0,833. Ну, конечно. Все говорится. Сейчас же все оно фиксируется. И с причала выезд, и получается, что заезд. Все оно фиксируется. Так бы, как бы левой лодкой невозможно проехать. Или сесть вот поехать. По-любому где-то кто-то остановит с руководящей. Понятно. Скажите, а какая ячейка на сетке, какого диаметра у вас? 0,65 и выше. То есть, вы мелочь не ловите, да? Нет. Ну, есть у нас и тараневые, как бы. Ну... Пока смысл уже нет. Нет. Таранька, она еще в Лимане, ее как бы нет. А вот эти мы пока не будем. Понятно. Спасибо большое. Сергей Александрович, вопрос о горячей линии, которая у вас находится в вашем управлении. Да. По каждому ли звонку ваш дежурный инспектор приезжает на место, откуда... Я понимаю ваш вопрос, я хочу сказать большее. Горячая линия у нас работает круглосуточно. Вы были у нас в гостях, вы видели тех людей, которые непосредственно отвечают. Она работает круглосуточно, мы консультируем и выезжаем на каждый вызов. Я хочу вам сказать, что контакт и контент, который поддерживается горячей линией, происходит в режиме онлайн. Мы оперативно быстро реагируем, люди видят нашу работу. Поэтому всегда звоните, телефон есть на нашем официальном сайте. Мне бы очень сильно хотелось, чтобы максимальное количество рыбаков-любителей, те, которые соблюдают закон, подписались на наш сайт, страничку фейсбук «Одесский рыбоохранный патруль», потому что очень много полезной информации. Они могут подчеркнуть очень быстро, качественно, потому что все приказы, все нормативную базу, все сопутствующие документы, которые необходимы для рыбака, мы выкладываем там в режиме онлайн очень быстро. Друзья, вот так у нас завершилось наше небольшое расследование. Я рад, что оно завершилось на позитивной ноте, скажем так. Оказалось, что этим людям реально можно ловить в этой экватории. Хотел бы поблагодарить руководство Одесского рыбоохранного патруля за ту оперативность, с которой мы провели это расследование, за открытость, за доступность информации. Это очень-очень хорошая тенденция, повторюсь. И хотел бы вас попросить, если вы увидели, что в ночное время кто-то тащит сети или тащит сети в дневное время, но на лодках с номером, на котором нет впереди буквы «Я», а также, если вы видите браконьеров, которые ловят на запрещенные снасти, например, там дрочистов или еще кого-то, обязательно звоните на горячую линию. Номер горячей линии у нас в описании к этому видео. Если видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал «Всё для клёва». Ну а я прощаюсь с вами. До скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, всё хорошо. Пока.